При помощи выключателя, вот он просто, в данный момент он выключен, всё просто стоит. И лёгким нажатием руки аппарат готов к работе. Вот так теперь каждый раз перед выездом на линию в Запорожском трамвайном депо готовят подвижной состав. На днях здесь появилось новое немецкое оборудование. Оно быстро и качественно смывает все загрязнения с поверхности вагона. Очень сильный напор, жёсткий, а тут мы обмываем дверь, чтобы не сильно давили. А вот этим желательно стёклы задние. Надежда и Елена новому оборудованию особенно рады. Теперь с мойкой трамваев не возникает никаких проблем. Говорят, раньше на уборку одного уходило почти полтора часа, теперь же в среднем 20 минут. Облегчили наш тяжёлый труд. Раньше мы тягали шланги, очень тяжёлые. Сейчас, ну, просто не работаем, а лета. Мы раньше обдавали шлангами водой, тёрли щётками стёкла. От понтографа лилась разная, ну, жир этот вот. И приходилось ещё раз смывать. А кёрхером просто обмыло всё. Кроме наружной мойки особое внимание уборки в самом вагоне. Эти протираем. И вот тут вот протираем хорошо тоже вот эти вот ручки, чтобы чистые были. Сиденья обязательно. Когда сметёшь, пыль седает на сиденье. Ну, прямо на сиденье седает пыль. Тоже протираем полностью всё. Ну, и так вот. Двери вот тут тоже вот так вот вытираем полностью всё, чтобы пятна эти чёрные не были. Тачки же вот эти таскают пенсионеры. Бумажек мусора с одного вагона надо ведро воды вылить. И бывает пол ведра мусора с одного только. И бананы, и семечки, ну, всё, и билетики, и что хочешь, и конфетные бумажки. Уборка и дезинфекция каждого вагона – обязательная процедура перед выходом на линию. С новым аппаратом удалось сделать её более эффективной. Во-первых, это струя высокого давления, которая способна не просто размочить грязь, а её полностью сбить, смыть с подвижного состава. Плюс ещё хорошо отмывает очень трудно загрязнённые места. А вдобавок ещё аппарат позволяет использовать дополнительные моющие средства. После тщательной уборки снаружи и внутри трамвай ожидает техосмотр, а потом очередной рейс. Евгения Маловик, Иван Демяненко, ТВ5. Субтитры создавал DimaTorzok